Царю небесный, утешителю души истинны, И живи везде сык, и вся исполняя Сокровища моих, и жизни подателю Приди все лисяны, и очистины А всякие скверны, и спаси блажей души наши Господи, молим Тебя, благослови наши занятия И в этот воскресный день пребудь с нами Дай нам все услышанное со вниманием принять Дай силы исполнить и желание поделиться с ближними Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Да ладно, давай вдвоем поем Евангелие от Матфея, 13 глава, 1-2 стихи Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к Нему множество народа Так что он вошел в лодку и сел А весь народ стоял на берегу Толкование Иисус сел в корабль, дабы всех слушателей иметь перед глазами И дабы все они могли слышать Слово Его Таким образом с моря уловляет Он находящихся на земле Третий стих И получал их много притчами, говоря Вот вышел сеятель сеять Толкование На горе простому народу говорит без притчи А здесь в присутствии коварных фарисеев говорит в притчах Дабы хоть потому, что не понимают Сделали ему вопрос и получили вразумление С другой стороны, им как недостойным И не следовало ясно предлагать учение По элику не должно повергать бисер пред свиньями Первую притчу изрекает такую, которая наиболее способна Вбудить внимание в слушателей Сетелем называет себя самого Осенним свое слово Вышел же Он не на одно какое-либо место Потому что был везде Но так как Он приблизился к нам плотью То и говорится, что Он вышел То есть от отеческих недр Он сам вышел к нам Потому что мы не могли прийти к Нему Для чего же вышел? Для того лишь, чтобы зажечь землю по множеству терния Или для того, чтобы наказать? Нет Для того, чтобы сеять Семя называет Он своим Ибо и пророки сеяли семя Но не свое, а Божие Он же, как Бог, сеял собственное семя Просеяние Хочу сказать, что это вот Господь говорит про то время То есть посеяли Но вот когда сеятель сеет То допустим в любом На любой территории, на любом континенте В любой местности Периоды сеяния есть Допустим у нас в стране один раз сеют И потом дальше зима начинается Хлеб вызрел и все А вот в Африке есть Сеют три раза хлеб собирают И в Малой Азии Индонезия, Таиланд Вот в тех местах В Афганистане два раза собирают Есть долины там такие Вот в Таджикистане два раза хлеб вызревать успевают за сезон Господь говорит здесь Он первый сеятель Первый сеятель слов Слов о спасении человеческой души От ада и от смерти И эти слова Они будут сеяться не по сезону А все время А кто будет сеять? Сеятель Господь говорит Сеятель Вышел Господь сеять Потом дальше Он это сеяние передаст другим То есть это не так что Он посеял слово А теперь там верные зародились И теперь само собой все идет Нет Теперь сеяние будет повсеместно идти везде И каждый день будет идти сеяние И когда будет плод возрастать Никто не знает Это Господь только знает Может он будет круглогодично Может там раз через сто лет что-то возрастет И к чему это я сейчас говорю вам К тому что может показаться На сегодняшний момент В России если послушать Патриарха нашего священника Всех Всех без исключения практически священников Они все так говорят Ну все у нас страна православная В общем нам только сейчас Подправить немножко надо курс И все У нас президент крестится Все нормально То есть А Христос не говорил о том Что придет такое время Когда не надо будет сеять Он говорит Сеятель сеять семя И дальше это семя как распределяется Мы знаем Четыре степени семени Четыре степени Вы же знаете Какие четыре степени Сейчас На земле Семя упавшее Правильно Совершенно Последнее семя Только последнее семя Возошло И дало плод И плоды разные Плоды 30, 60 и 100 Это уже сколько От тебя Уверовалось Слушателей И в какой Качестве они уверовали Тут уже Как говорится Зависит от Господа Как дальше будет продолжаться Теперь развитие Этого семени Которая даст Свои семена И Господь говорит так Вор Приходит Приходит Чтобы украсть Убить и погубить А тот Кто Пастух Он приходит Вратами И овцы Слушаются Голоса его И как И приходит Приходит Вратами Потом Выходит И пажить Найдет Понятно И выйдет И пажит То есть Овца Сама Уже Сама становится Пастырем Он выходит И пажить Находит Вот в чем дело То есть Это будет Простоянно продолжаться И сейчас Вы не думайте Что Вы вот Сидите И не идете Слово Сеять А зачем Думаете вы Нам и хватает того Что мы здесь помолились Мне для души хватает Точно я чувствую Что мне хватает Потрясете так еще себя Ну хватает Да все хватает У меня все есть Ничего подобного Господь посылает Постоянно сеять это семя Даже среди этой великой Православной 70% православия У нас Могучей страны Надо сеять семя Потому что Как сказано Апостол Павел Говорит Вы не знаете Как правильно надо Веровать Вы знаете что Вы все знаете Да мы все знаем Значит вы еще не знаете Как правильно надо веровать Когда придет Это правильная вера Тогда ты узнаешь А это когда придет Как говорил один поэт Изнаменитый И покой нам только снится Понятно Только снится может покой Ты спишь и там Тебе кажется ты там С пальмами где-то там С дельфинами ездишь Это только Все сказки И кто успевает туда Из верующих съездить На дельфинах покататься Ему только это приснилось Он потратил деньги А остался у разбитого корыта Как бы еще и душой не повредил Вот Лена что так Можно я Небольшое дополнение Про отцу Который оселила недавно Я пришла к маме в больнице Вот И женщины лежат У меня сразу так расположение Я говорю Мир вам И они так все сразу Удивленно посмотрели Я начала говорить У меня как вот От сердца я говорю Что Бог как любящий отец Бьет всякого сына Которого принимает И поэтому может быть Вы сюда попали Господь что напоследок Хочет тронуть вашу душу Что и вы можете В царствие небесное попасть И женщина одна Она заплакала Она говорит Я думала Бог меня наказывает Он меня не любит Поэтому я от рака умираю Он меня любит И мы с ней беседовали Очень долго И потом мы еще созванивались Вот может быть Ради одного человека И мать у меня в эту больницу даже попала Но это не одна И до этого я приходила Я пришла Мама не была на операцию А там бабушка лежит Одна лежит бабушка в палате И тоже вот такой же разговор И Евангелие ей подарила И все И оказывается вот она ждала Вот этого Но у нее заблуждений было Куча Она говорит Я не хочу в храм ходить Потому что там торговля Потому что там вот то и сё Ну мы с ней побеседовали Что же вот Как люди ждут Оказывается у них глаза открываются Место писания Каждому свой Бог дает Вот это место писания Оно прямо на сердце Духом святым как-то Поэтому сеять надо везде В больницах В школах Везде У себя у соседей Где мы можем Ну кто мы Мы же не идем куда-то На трибуны Не лезем Люди ждут везде Даже в самых уголках каких-то Одна душа спасенная И то она стоит уже целого мира Грешного Поэтому Аминь Сидите братья Хорошо Спасибо Аминь Аминь А как маме легче? Лучше стал слава Матфея 13 глава 4 и 6 стих И когда он сел иною упало при дороге И налетели птицы и поклевали то Иною упало на места каменистые Где не было земли И скоро взошло Потому что земля была Не глубока Когда же Зашло солнце Увяло И как не имело корня Засохло Толкование Означенные словом При дороге Суют люди Ленивые и нерадивые Которые совсем не принимают слов Потому что мысль их Как бы утоптанная И жесткая дорога Нисколько не вспаханная Поэтому семя Слово Похищают у них Птицы небесные То есть Духи Воздушные бесы Под каменистую землей Разумеется Те которые Внимают слову Но Понимащи своей Не борются с искушениями И скорбями И Продавши спасение За мирские блага Погибают Под Воссиявшим солнцем Должно Разуметь Искушение Ибо Зной Солнечный Изображает Искушение Сверх того Искушение Подобно Солнцу Освещающему Сокровенные места Обнаруживают Людей И показывают Каковы они Ну вот Солнцем Показано И в свете Что он обнаруживает Грехи Просвещается В то же время Как искушение Солнце Слава Божия Вот сегодня как раз я говорил о том что сейчас на Украине делается Это как раз Господь посылает Любви Своей Солнце Своей любви, это Солнце, Христос, Господь, Он освещает, смотрит где надо людям, и Он освещает. Вот сейчас Он посвятил туда нам, чтобы люди осознали правду. Вот самая правильная позиция, какую только можно выбрать, это позиция, которая следует, и Господь направляет его, это вот Игнатий Тихонович Лапкин. Самая правильная позиция. Он смотрит не от того, что сейчас, а смотрит то, что было, то, что, во-первых, Христос заповедал, и дальше смотрит. Это все православные, православные, епископ от кого поставлен? А это из Московской Патриархии он. Ну и хорошо, что из Московской Патриархии, и слава Богу, ну пускай оттуда будет. Но он православный епископ православный. Так он же вот сейчас там на Украине, это Филарет, он там фашистский патриарх начинает. Ну он же оттуда, от вас же, ну, он что такого сделал? А он хочет, чтобы украинцы, чтобы у них на территории было свое. Ну и что теперь? Ничего тут в этом нету позорного-то. Ну пускай будет на Украине православие, там православие. Ну вы же все православные. Христос к чему призывает-то? Вы смотрите в корень-то. И все. А то как было. Валентин Русанцев этот. Это Русанцев, да, был? Валентин. Это все. Был друг, друг прям патриарха Алексея. Все, враг разошлись уже, потому что вот там свое. А уже своя там получилась у них епархия, там начинают грызться. Все православные. И к чему мы придем так? Так, Господь говорит, хочет, чтобы все спаслись и в разум истины пришли. А у нас такой, как будто памороки, наоборот, разума нету. Как будто не пол головы отнимают, а вообще безмозглые, как обезьяны уже. Одно только, палку схватить или камень кого-то вот ткнуть. Как будто Господь научил нас разговаривать для того, чтобы мы могли оскорблять только друг друга. Причем религиозные же люди. И ругаться-то как следует не умеют. Вот сядут друг против друга и что-то там начинают такое придумывать. Хуже некуда. 7 стих, 13 глава Ивангелия от Матфея. Иной упала в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Толкование это те, которые заглушают слово житейскими заботами. Так, богатый, хотя, по-видимому, делает доброе дело, но его дело, которому препятствуют житейские заботы, не растет и остается безуспешным. 8-9 стихи. И вновь упала на добрую землю и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Толкование. Три части семени погибли, уцелела только четвертая, ибо не много спасающихся. О доброй земле говорит после, дабы подать нам надежду покаяния. Ибо всякому можно сделаться добрую землей, хотя бы кто был каменистая земля, или лежал как дорога, или попирался демонами, или же был как тернистая земля. Не все принявшие слово приносят плод одинаковый. Один приносит сто, например, тот, кто совершенно нестяжателен и ведет строго подвижническую жизнь. Другой шестьдесят, это, по моему мнению, общежительный монах, который еще и житейскими делами занимается. Третий приносит тридцать, это человек, избравший честный брак со всевозможным усердием, упраздняющийся в добродетелях. Смотри, благодать Божия принимает всех, как много, так мало, и средственно приносящих плод. Имеющие духовные уши должны понимать это духовно. Такое разделение на монахов, женатых. Женатые они, как тридцать и сорок не брак, такие вот, но монахи. Но оно и Слово Божие говорит, что женатые заботятся о том, как угодить жене. Что-то в этом есть, конечно. Гляни на пол пальчика, Игнативович, хочешь сказать. Полминуты. Я хотел остановиться на слове любить. Вот сейчас-то встречается, кто смотрел сбежавшие из ада. С матери прибежал только, мама, я тебя люблю. Прибежал, сынок, я тебя люблю. Я тоже все, все. Мы тебя любим. Вот у нас в семье, в семье-то вот такая была, большая. Десять ребятишек. Слово любовь мы никогда не слышали. Чтобы отец сказал, я тебя люблю, или мать, мы даже не поняли, о чем он говорит. Ну, не было этого. Вот как мамонька говорят, мамой, что у нас этого не было. Мама, мне говорят, только мамка, тядька. Мамка, да? И Кимка, Игнашка. Игнашка. Пашка. Оська. Вот как раз там-то теперь любовь. Когда взаимопонимание, старший заботец об этом, этот боится как бы его ни обидеть, ни оскорбить. Дали работу, а ты не сделал, а еще отец скажет. И мы трепетали от этого. И вот я стал задумываться об этом слое любовь. Оно выше нашего понимания. Я люблю Бога. Даже сказать, я люблю Бога, это неохватно. Нет, приносит жертву. А я люблю Бога, поэтому нет этого. Я люблю Бога, поэтому я поверил. Мой тоже не говорит. Ни Авраам не говорит. Я избираюсь среди других, потому что я его полюбил. А почему? Наше затертое понятие любви никак не подходит. Однажды было, когда Бог сам стал испытывать. А любишь ты меня? Спрашивает Петра. Петр запутался. Второй раз его спрашивает. И даже огорчился, что как он не понимает. А он спрашивает не об этом. Он говорит, любишь меня? Он говорит, ты мне нравишься. Ты парень хороший. Понимаешь, как вот в этом все заключается. Мы само слово любовь не можем употребить по отношению к Богу в его высочайшем значении. Я люблю Бога. А за что ты его любишь? Ну, мне жизнь дал. Ну, жизнь так окончается. Значит, я не знаю, что сказать. Я ее люблю. Ну, это понятно, увлечение. Если ее только любишь, это же идеал. Если говорить одеялом, почему все заканчивается под одеялом? Ну, я люблю. Мама мне никого ни разу не сказала. А мы это видели каждый день. Заботу их о нас и прочее. Четыре километра, потеряю тебя до разъезда. Ночь. Поезд идет ночной. Я иду. Мама одна встает и меня провожает. Я заряжаю ружье и иду с ней, и ей ружье передаю. Теперь, когда все назад уже, так, смотришь туда, и я пришел к выводу, что слово «любовь» по отношению к Богу, оно не отличает. И поэтому Петр трижды, любишь ли меня? Бог нигде не спрашивает, любишь ли меня. Он вычеловечился, поэтому спрашивает. А я люблю. Напиши на бумажке, за что ты меня любишь? Ты Путина любишь. За что ты его любишь? Ну, за то, что на пенсию теперь скоро не пойдут, пока не передохнут, не будут получать. Вот за это, за это, за это, за это нет. А как ты его любишь? Ты рядом был с ним? Ты вопрос поставь, почему он развелся с Людмилой? Он ее ни в чем не обвинил. Я, например, помолился, и я понимаю, для чего. Это ничего, он по-прежнему о ней заботится, потому что на него идет охота. А его не достанешь, потому что жена, ребенок тащат все. Теперь он обезопасил, а я не ему, жена теперь разбил. И они ее не трогают, никто ее не трогает. Ни фашисты, ни коммунисты, ни... Никто не трогает. И вот я задумался об этом слове, и по отношению к Богу я могу сказать, что я люблю Библию. Во-первых, то, что я много знал, читал и читаю, оно все побороло. У меня все так вот, Библия сдвинуло, как будто никогда не было. Я в ее свете начинаю все проверять тогда. Почему? Она мне ориентирует, она маяк, она мне показывает. Библию я люблю, его слово, но Бога... Понимаешь, как вот даже боязно сказать, Господи, ты знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. А сказать нет. Запомните, чем Петр закончил, ты знаешь, Господи. Но мои слова любви к тебе, ты их не принял. Ты снова и снова переспрашиваешь меня. Ну, прям происходит из этого-то. А так накажешь, а я тебя люблю. Первый раз видит, он ее любит. Как он ее любит-то? Одевшую или голую? Какой он ее любит-то? Вот когда мы считаем ульба Толстого, там поймали, шприц с рутинами его прогоняли, в лапшу превращали. И он говорит, мы своих невест старались, говорит, трикратно одеть там в одежду, а вы идете мысленно раздеваете их. У меня один такой приехал ко мне, хороший парень, видный. Все, идем, а я гляжу, как он стрижет девок. Он не просто смотрит на нее, он прямо, я говорю, а зачем ты так делаешь, чего? Да ты же раздеваешь каждый из них. А как вы узнали? Тебя просто идет. Я первый раз вижу мужчину, садится в автобусе, я сижу на задней скамейке, он зашел только в приятной наружности, одетый в военную форму. Я вижу, блудник безразмерный. А потихоньку спрашиваю, кто это? Да это уже 54-й раз женится у нас тут живет. Я его никогда не видел, первый раз вижу. А почему? По поднятию ресниц узнается наклонность к блуду. Поднять ресницы, то есть, только глянул, как он поднимает ресницы, уже понятно, кто такой. Почему было, когда нельзя смотреть, было на падишах, а кто там главный. Пали низ, если кто голову поднял, в это время-то сразу голову отрубали. И вот сейчас Рамзан Кадыров на рассчитывать их, наркомна поймали, последний ролик-то. Стоят здоровые такие ребята, и он перед ним, ну их там больше, может, 20 человек, и он каждому подходит. Вот все до одного, вот так вот, голова наклоненная, стоят, все до одного. Ни один на него не смотрит. Когда подойдет, он, так, что тебе мешало жить? Где деньги берешь, он столько-то? Сколько берешь? Он подсчитал, 360 тысяч, наркотики только за год уходят. И родители, у нас ранее торгуют, тебе деньги дают. Как тебе не стыдно? Для этого тебе мать. Тогда он глядит на него, уже с ним разговаривает. А остальные рядом, опущенные глаза. Это менталитет народа. Нам учиться надо у них. А у нас, как, дерзко подняты ресницы, как он разговаривает. А ты попробуй тронь меня. У нас в Потеряевке пасут. А не пасут, а не залезли на эти там, где эти склады. Ну, коровники-то играют. Я подошел, ну, ребята, хоть маленько-то. А попробуй тронь меня. Папа сказал. Папа, который там живет, сказал. Ходит он? Не ходит. Почему Игнатий ходит в храм? Игнатия нет там. Ходит? Не ходит. На занятия не ходит. Почему? Игнатий потому, что учил. Я уехал. Виктор Николаевич говорит, ходит? Не ходит. Батюшка, давай я буду везти. Батюшка ведет занятия. Ходит? Не ходит. Но подставки были. Бог вышиб это. Меня нет, Виктора нет. Ходит? Нет. Самые страшные слова мой адрес пишет. Злодей. Поселился в сердце. Самыми злыми, негодными, блудниками, знается. С ворами ужас какой. А я могу только молиться. У меня дня не было, что я обездано не молился. Я не люблю его. Я не могу этих слов сказать. Я никому не могу даже... Не только о Боге. Я не могу сказать. Ты для меня только добро делала. Мне приятно тебя видеть. Мы общаемся хорошо. Это такое высокое слово. Если любишь меня, паси овец моих. Паси, это значит, волк придет. Лев, ты должен сражаться и не отдать ему. Да найди мне такого священника. Они по своей прихоти каждый шаг вымеряют. Только не для Бога. По-настоящему, чтобы священники вот так любили Бога. Сегодня это можно только увидеть, где, как он приобретает. Они интернет не любят. Ко мне один подходит, они священники говорят, интернет это от сатаны. Молодой парень, 30 лет. Но у меня посещаемость только просмотра 27 миллионов. Миллионов? Это только то, что я им показываю. Это ко мне на дом пришли люди. 27 миллионов. Подписчиков 27 тысяч. Любят они. Мы только нашли. Мы только вот увидели. Через вас нашли Христа. Но это не означает то высокое слово. Отдать себя. Любишь. А Господь нам меньше не согласен. Я тебя возлюбил, отдал жизнь свою. Готов ли ты это? Он говорит, всем умом возлюбить Творца твоего. Мы там всем умом не можем включить это. И что, высветилось на экране? Он меня любит на 100%. Это обман. Обман. Он туда женился. Ну, а там позади-то 50 осталось. Маринах-то. А теперь... И он видит, что он еще дальше будет. Ну, вспомните дьявол, рассказ Угра Толстого. Вот он женился. Добрая жена. Все. А он не может. Она ему везде подыгрывает глазами. В конце концов... Он не хочу. Он говорит, не хочу ничего. Он ничего не мог лучше придумать. Как увидит ее, у него пожар горит от ног и выше. И вот тогда, как только она ему стыдала, там что-то, видимо, люблю, он сразу застрелил ее и все. Он не мог избавиться от этого. Так он описывает, как... Скучно. Деньги. Он подробно, какие чувства, какие органы у него играли, почему он так говорил, когда, при какой погоде. Исследуй все. А что застрелил, он же ее зарезал. Я к нему подхожу, а он ругается. Да мало того, еще есть священнослужитель бывший. Это вообще... И что делать еще? Один раз достаточно для этого. Это он мне дает. Может, что-то напоминается мне. И посмотреть, могу ли я нести его на молитве. Языком я повторяю каждый день. А Господь говорит меня. Любите меня, возлюби заповеди. Кто любит меня, соблюди заповеди. А заповеди люби ближнего, как самого себя. Самого себя мы греем, поем и все. Так ли я это делаю? Я попутно хотел сказать. Сегодня кто бы ими принес нам. Почему? Подними руку. Валя. Ты, да? Валя. Так, я прошу не делать этого больше. Нам и так приносят уже трое, это четвертый человек. Я сказал, Володя узнал, я говорю, ты чего же не сказал-то? Это мы не можем больше брать. Не делать и без разрешения. Нам делать некуда, вернуть я тебя обижу. Мы съели, мы благодарны и на этом все. Никому ничего не готовить. Разрешается только кому, я знаю, два человека. Валя нам готовить. Если что, вы будете Василию отдавать? Нет. Вы слышали? Теперь, с всей крепостью, а я свою крепость по сей день не знаю, на работу к нам приезжали, которые снабжение за оборудованием, 46 районов. 46, а я, это двое, это 46, это 92 человека. Я с ними ломался и всех переломал. А на меня смотреть не на что. Вот так вот, рукой. Да там покрепше этого было. А рядом сидела сестра, я всегда молилась, чтобы и победу одержал. Так это не все. Я свои силы до конца так и не узнал. Притом я учился жить на полном пределе. Дальше некуда. Кто из вас встает 4,40 или раньше? Ну не позже. 4,40, поднимите. Вот сколько у меня последователей. А сколько таких людей? 20. Мне не приходится, Надежда Васильевна будет никогда. Бог меня наградил этим. А так бывает и крутой, и стильный мужик. Я говорю, что, до семи она уже не встанет. Нет. Понятно? Это не все непросто. Всем разумением твоим. Дальше. Бог говорит, возобьи меня всем разумением. А когда говорю, я люблю Бога, это все надо вложить. Не крохотной любовью, а всей крепостью. Всем разумением. Всей душою твоей. 4 раза. Всем, всем, всем. Я подумал, и ни одному я не соответствую. Хотя, я без Бога шагу не делаю. Я все время молюсь. Он звонит. Я записываю, у меня, до кого молиться. Новые люди идут. Сказали, колени были. Он забыл, что колени-то у него больные, сидит. Герой наш. А я каждый день его на руках маленький несу. Я на его борь, когда я перешла на коленку. Я все время стою, сейчас начинаю уже падать. А почему? Слишком велика любовь. Но она еще не так, как Господь сказал. И поэтому. А так она небе что? А когда поют, то свят, свят. Ты понимаешь, что я пропел пять раз свят, и мне уже надоедать начинает. Еще Бог такой эгоист, ему это надо. Но там эти слова будут наполнены каким-то смыслом. Святые говорят. И такое у тебя будет ответное чувство, что ты поднялся еще на одну ступеньку, и это бесконечно и вечно будет. Нам это никогда не понять. Того глаз не видел, ухо не слышал, и на ум не приходило, что там Бог приготовил любящим его. Я, что только можно узнать в мире, все узнал, кажется. Все. Еще раз пересмотрел сейчас вот о Вольфинге Григорьевича. Вот вчера только закончил, когда жена умирала, он знал, когда он считал, 2 августа, 2 августа, среда. И он к ней приближался и дрожал вот так. Любимые умирают. И все это забывается. Много любви хорошо написал Державин. А теперь пишет. Только жена умерла, короткий срок прошел, и Гавриил Романович уже полюбил, считай, не кухарку свою. Опять же, по закону все. Пропел Соловей, но тебе что щебетать мертвому-то? На живого пролью мой свет. И вот это только первая западь. Любим Бога всем умом, всем сердцем. И я этого не постиг. Это меня научил Памва. Ему встретился один, говорит, ты что на занятия-то не ходишь? А что у вас там? Вот у нас такое. Если хочешь видеть дни благи, удержи язык своего зла и устатывай от лукавых речей. Ну что ты тут, подожди? А что? Тут подожди, не, не. Так, повтори. Через три месяца, кажется, один раз пришел, еще не был на занятия. Я еще ту не переварил. Я все пытаюсь удержать. Нет, не да выскочу где-то. Нет, не да хоть пальчик из-за стола, да покажи, что я хочу говорить. А что он увидит-то? У него вверх не опущен. Давай. Пошли. Я пояснил слово любовь. Если хотите возвысить мои слова, возвысить. Они же не надо, я и так на низу сижу. Сними, сними, сними. Вот она позволила, сказала, что у меня Тарасик еще-то заболел. Где он? Да ком болеет. Я знаю, как он там, как сейчас в семье, как сестры вокруг него. Я не просто молюсь, а с воображением окружаю его той любовью, которая прикасается к нему. Как мама его любит, как отец. А у меня снег лежит, не летает за печкой. А я насчитываю жития святых, у меня огнем горят ноги. Их на костер разводят я с ними. Виктор Негода, когда писал в Атерлова, битву про Атерлова, он слышал ржание коней, запах пороха и крови. Это Божий дар. Не просто так написать, он хорошо. Можно написать, но до сердца не дойдет. Я вот когда читал, люди сейчас говорят, мы, говорят, слушали, все плакали. Почему? А я плакал. Я читал и захлебался слезами. Это было первое воображение, первое качество лидера. И как надо, не так, но я чуть-чуть прикоснулся к нему, который там страдает. И поэтому так слушается спустя 30 лет. Все, пошли. Я делюсь опытом. Несовершенство прям брыжит с меня. Я каждый день вижу совсем не такой. Матфея, 13 глава, 10-12 стихи. И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им, Матфея, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, того отнимется и то, что имеет. Толкование. Видя большую неясность слова Христа, ученики, как общие попечители народа, приступают с вопросом. Так как вы имеете расположение и старанием, то вам дано, а тем, как не имеющим старания, не дано. Знание дается и приумножается тому, кто имеет старания, а кто не имеет старания и надлежащего смысла, у того взято будет и то, что он думал иметь. То есть, хотя кто и малую искру добра имеет, то и ту погасит свою леностью, не стараясь раздувать и разжигать ее духом и духовными делами. Матфея 13.13. «Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют толкования. Вникни в это, ибо здесь разрешается вопрос тех, которые говорят, что иные бывают злы по природе и от Бога. «Бог дает всем естественную способность разуметь должное». Иоанна 1.9. «Омрачает нас наша воля». Христос говорит, что естественно зрячие, то есть созданные от Бога способными понимать, не видят по своей воле. И что слышащие, то есть от Бога созданные естественно способными слышать и разуметь, не слышат и не разумеют по собственному произволу. Вот вопрос по собственному произволу. Вот мы на благовестие ходим, распространяем Евангелие. И вот так вот последний раз там распространили 90 штук, до этого 70. Ну все время вот в таких пределах. Как поедем, мы распространяем. Ну сколько визиток, может побольше даже еще. А тут брат мне говорит, что получить эти Евангелие благовеста, можно написать им туда, в Москву, и они тебе пришлют 20 штук. Не в Москву, в Сибирское благовестие. Ну можно в Москву там написано написать, но сейчас побольше, говорит, можно написать. И у них такое желание, то есть ты должен еще показать фото или видеоматериал, что ты действительно людям, дал именно людям, ну бесплатно дал это Евангелие. А у них такое желание, чтобы еще человек и читал его, прочитал. И мы тут с ним поговорили. Я говорю, слушай, так это наше всегдашнее желание, чтобы читали они. А еще лучше пускай даже послушают. И несколько раз так делали. Я читал, а он снимал меня. Людям читал. Я читал тоже. И ты тоже читал, да? И людей надолго не хватает, вот в чем дело, когда ты их читаешь. Кого там на несколько предложений уходят уже? А кто-то, да ничего, ничего, я там сам типа дочитаю такого, что. Они же не понимают, что такое толкование, что это интересно, что это на твою жизнь влияет. Но они еще даже в Бога не уверовали, чтобы взять просто и с интересом прочитать полностью такую книгу. Там же много чего написано. То есть вот вопрос такой, а можно ли вообще как-то людей, ну не заставить, а направить для чтения? Зажечь. Зажечь ли, да. Желанием. Да. Самим что ли тогда, допустим, на площади и кому-то там встать и слушать, и просто читать. И пускай люди подойдут, и кто послушает, и кто нет, и просто читать, и читать стоит. Ну час, допустим, читать за час. Много можно начитать. То есть как бы, ну как вот они же в мегафон орут, там всякие песни тупые, люди слушают, ходят мимо, радуются еще, становятся. Или там кто-то на гитаре играет, или на балалайке, и люди подходят, ему еще на нитки бросают. Вообще даже зажигают как-то уже меня. Можно тогда уж включить аудиозапись начитанную, а самим в это время раздавать Евангелие, кто подходит. Я уже подумала. Самый лучший вариант. Аудиозапись непонятно будет, ребята. Нет. Непонятно будет. Вон тетя Алла, она как бывшая баптистка, она понимает, что такое. Живой голос, да. Живой голос все-таки, живой голос. Аудиозапись нет, не поймут. Тетя Алла, уличные проповедники, они читают же? Читают, да? Я не видел. Кроме себя и Володи, никого. Нет, много в интернете. Серьезно. Ну, чтобы читали, не видел. Алексей, у него даже, даже у него есть ролики обучающие, как, с чего начать. Я вчера пересмотрел. И вот было, когда хоронили мы Настю, то батюшка вышел, помните, и проповедовал. Да. Ой, я так смотрю на меня, а он такой вот радостный проповед. И они все подходят потом к Польгуеву, говорят, дай нам Евангелие, дай нам четыре Евангелия, дай. А потом одна женщина уже, и мне тоже дайте, мне два надо, а у меня закончились. Она к батюшке. И понимаете, вот он говорил, а они вот это приняли и сразу просят, что мы даем. Это была прямо вообще обстановка. Ну да, ну можно гроб поставить, даже положить куда-нибудь туда, пускай полежит. Желтенький какой-нибудь. Как священники могут привлечь вот этот вот почек. Ваня, что ли? Хорошо. Они не сразу кинулись, а только когда поняли, что бесплатно. А мы не говорили, а мы так обошлись. А потом, ты воскресенье, вкратце, когда внука, и уже они на желтого хранителя, тоже мы взяли с собой Евангелие. И там как будто закрыто было, не было человека, который был как батюшка. Вот там, что-то, как-то такое отторжение такое было. Ну раз на раз, как говорится, приходится. Дайте на пол пальчика, Игнатик, хочу сказать. Давайте, Игнатик. Вам слово. Давай, уже много сказали, считай дальше. Лена хотела, может, ей пережили. Тема прошла. Прошла уже, она о любви хотела. Ну скажи о любви, пускай скажет, давай. Я тебя люблю. Помню свои детские воспоминания от примерно Полин возраст. И как это меня мучило, почему эта мысль, откуда я это думала, вообще не знаю. Почему я мало, у меня нет любви, я думаю, родителей. Хотя я все старалась, родители придут, надо помыть, надо кушать, приготовить. В первом классе уже что-то, забота какая-то была сейчас. У детей этого нету, что родителям надо сделать что-то хорошее. И вот я мучилась, я плакала, у меня нету любви. Не обобщай, Лена, детей. Мои дети готовят кушать, убирают. Я вообще говорю внутреннего желания, не родители. Игорь, прости, прости. И вот это, я плакала, у меня мало любви. У меня чувствовала вот эта нехватка любви. Про Бога я не знала вообще ничего. Все вокруг были неверующие. Я не знаю, откуда это было. Может быть, Господь побуждал как-то. Ну вот такое чувство было, что мало любви. И всю жизнь я чувствую, мне не хватает вот этой любви. Воздать ее, полноты не хватает внутри. Пустота вот эта вот. Лен, то есть ты чувствовала, что тебя мало любят или ты мало любишь? Нет, я мало любят. Все, Игнатий Игнатий решился. Давайте. Говорим о любви. А если мудрости-то нету? Как ее выразить? Почему и 1 глава, 7 стих, притча Соломона говорит «Начало мудрости – страх Господень». Прежде чем приступить к учению, страх нагонит. Притом на страхе фактически все держится, а пытается скрыть. А это не так. Ну как так? Ты идешь, через дорогу переходишь, мигает как раз уж и что. Страх ударил, а таз переломил. А вы знаете, что такое таз переломить? Да уж что-то. Это на всю жизнь инвалидность. На ногу сломали. Это инвалидность может быть вполне. И это вот надо все иметь. И дальше венец мудрости. Венец, то есть все уже, мудрость, постиг, что страх Господень. Боязнь отступить где-то не так. А первый страх Божий – смертью умрешь, в раю еще посеянном. Еще не нарушена заповедь, а уже страх. Запретное дерево познания добра. Комптусь, смертью умрешь. В прах превратишься. Пыль. Ничего нет еще. И заканчивается этим же озеро Огненное, куда бросил лжепророх и всякие преданные неправде лжи, нечестивцы, волшебники. Заканчивается, начинается Библия, не любовью. Это любовь. Но она выразлена в страхе, навести страх. Спроси вот этой молодежи, страх есть, нет? А если он есть, когда он появился? А если есть, то в чем он заключается? Он должен знать ограду, за которую нельзя глядеть и нельзя заходить. Они это все знают. Вот интересно, 20 мытарств. Там и злоязычие, и сребролюбие, и сквернословие, и пьянство, и прелюбодеяние, и блуд. И вот это мытарство, блуда, больше людей губит, нежели все остальные 19. Знаешь, это нельзя не объяснить никак. Ты один раз узнал, и бойся как огня этого греха. А они этого не знают. Вот здесь у меня знакомый один, из верующей семьи. И он там в интернете у себя что-то перетаскивает, видимо. А мне говорят, так это ваши люди, это так, где занимаются. Что занимаются? Как не знаете, вы же в интернете. Так в интернете-то я даю материалы, брать-то я почти не беру. Но не считаю, что посмотрел, что меня интересовало. Великая Отечественная война, я почти все пересмотрел. Вот сейчас вышла серия, 96 серий в одной теме. Все в мире, документальные при этом все. А вот это, а вот он посмотрел, у него называется «Сисечки». У кого? У того, кто мне близкий человек. В интернете у него он собирает это, и там все «Сисечки». И меня скидывает, я посмотрел, правда, что делать. Маловато, видать, парни что-то. В первую очередь, я выбрал момент, когда можно было, такие близкие наши отношения, подойти и сказать, а ты ее подстроили, это твое? Мое. А зачем тебе это нужно? Ты же от этого плакать будешь. Ты сам не можешь уже отстать? Я пошел тогда к отцу и их матери. Теперь когда им сказать и как? Чтобы это не было рассмотрено, понято так, что я что-то имею. Хорошее отношение, вот прям хорошее, стали совсем. Тогда я пошел и тогда сказал, вы знаете, нет, не знаю, попросите, чтобы он показал. И меня уже в второй раз мне выкидывают эти его образы. А там даже смотреть противно. Не то, что там это, а именно, вот они наши девушки сидят. Вот глянь на это. Да тут сколько бы заплатил за то, чтобы только посмотреть на них. Ну ты же видишь, какие они там все обвисшие, дряблые. Зачем тебе это смотреть-то? Я колюсь тебе сухие осенью. На кого ты смотришь-то, парень-то? Ты посмотри, где статуя опродита-то. Она стоит у ней, какие там арбузики. Ну? Не, ну не плохая такая. По-простому, по-мужскому-то и то, глянь. Что ты там увидел-то? Там ничего нету, пустое все. Мне нужно три лифчика, чтобы удержать это. Ну вот, как будто бы на пользу пошло. Но я просто говорю, а не просто говорю, а другой раз. Вот представь себе. Когда-то открыто было, голубям насыпали отравы. И голуби сдохли. Это ночью, потеряем. Но явное дело, что человек это сделал не из Америки. Сюда. Так нет. Я что могу сделать? Я принес эту пшеницу отравленную. Давай все рассматриваю. Там глушков. Решил, что это налито было, там то другое. И так не... Ну как я найду-то? Никак. А там, где мы делали первый мостик, и там я привез все. Осмоленная уже нами. Отработка. Мы-то с таким трудом эти делали, сваи забивать-то. Сваи стали сжечь. Какая польза от того, что он ее сжег? Я это вы... Это все снято, я говорил. Что я могу сделать еще? Я ничего не могу сделать. Но вот что значит Богу обратиться? Господи, сделай, чтобы этот человек этого не делал. И однажды меня вызывает человек, когда на улицу... Я когда стал рассказывать, и примерно так раскинул его расстояние, там, ну, 4000 километров. И он и перевелся. Это я все сделал. Так зачем же ты это сделал-то? Что не голуби-то? Ну, ко мне-то понятно. Меня-то отравить решил. Да нет. Ну, допустим, тут понятно. Ну, голуби, которые ни на огород не летают. Они у меня заперты. Залез на голубятни. И там делают это для всех, чтобы проезд был. Во воду задержать. Сваи. Мы там выбираем. В лесу более-менее прямые. Привозим. Маленько подсушим. Шкурим. Заостряем. Привезли. Осмолили. А ты пришел и сжег. Ну, я понимаю, в сад на лес яблоки поел-то. Это понятно. Но когда ты пришел с бензопилой, яблони спилил. Кто-то зачем ты сделал это? И он пришел и говорит. А кто про это знает? Ты кому-то говорил это? Ну, ты в Бога-то веришь? Верю. А ты на Испуне говорил священнику? Нет. Никому не говорил? Нет. Давай будем говорить, что больше никто не знает. Я его поцеловал и отпустил. Не мучайся только. Не мучайся. У меня голуби еще прибавились. Опять у вас обновилось. У нас там все сваем и вырубило. Да не о чем думать. Все у нас как надо. Перестать. То есть с совестью, молитвом. Бог его пробудил. И начало трясение. Он говорит. Я жизни не вижу. И должен был явиться. Меня вызвать на улицу. И переговорили по сегодняшний день. Вот почему. Надо доверять всем Богу. Нынче как на нас там. Про курорт там то другое. Я всех на ноги поднял. Чтобы уничтожить лагерное все. Которое в музей превращенное. Убрать. Бульдозерак прислать. А что я могу сделать? Вот это вот. Я вставил на молитву. У меня как. Карта какая. По дайности. Покурора в суд. Вы знаете. Еще раз делал. И я подал. Да все говорят. Да ты что мужик. Ну все. Да кто тебя слушать будет? Это прокурор. Полковник. И что из этого было? Лето окончилось. Ничего не сломали. Главное то. Я на второй ступеньке стою. Благодарю и благодарю. Я благодарил и тогда. И вот так. Но тут Богу этого и не так надо. Возлюби врага твоего. Я каждый день останавливаюсь на этом. Люблю я его или нет. Этого покосняка, злодея он. Вот Амалик. Когда шли израильтяне. Амалики там племя такое. И попросились пройти. Они не разрешили. Мы будем платить за воду. Что скотина съесть. У нас деньги есть. Не пускать. И теперь идут люди. Достают. А бывают беременны. Бывают с ребенком. А они заранее под кустами сидят. И всех добивали кто сзади идет. И Господь говорит. Когда придешь. В обитомную землю. Которую я тебе даю. А подрис сестра. Когда найдешь покой. Войны прекратятся. Вот этого Амалика. Бог говорит. Ты найди. Всех додому истреби. Их имя изгладь из Поднебесной. Не забудь. Это Бог. Имя которому Любовь говорит. Сделай все. Когда тебе будет нормально. Когда ты в промышленность. Начнешь мистер Шмидты выпускать. Дальнобойные. Катюши. Вот тогда пойди на него. И уничтожь. Это Бог говорит. Ты уже забыл что он делал. Я тебе напоминаю. У тебя будет мир. Будет мирный царь. Ты ему скажи. Уничтожь. А это вот то. Которые у меня люди знакомые. Были когда-то. А у меня они узнают. Смотри. А где знакомые там кто? Такая-то. Такая. Вот она. В моих книжках написана. Они на нее нападают. Это он такой-то. Такой-то. Это на меня. Чтобы оторвать. Чтобы они. Пора жупаться. Рассеяться. Это маликитяне. Я две недели держал это эпиграфом. У себя. А это были образы для нас. А Бог любовь. Бог любовь. Навеки вечно пошлет людей еще мучиться. Погубивший первый мир. Ты не играй этими словами. И его имя любовь. Его любовь. Это не наша временная. Временная по выгодам. Я люблю крестеросонат. Это невозможно. Говорю. Чтобы одна свеча горела всю жизнь. Она погаснет. Ромео и Жульет. Это вот любовь какая. Что отравился. Там застрелился ради нее. Это не любовь как раз. А ты любовь после даже любимого человека нет. Ты обрати на другого. Покажи. Я во имя Христа делаю. Ради памяти той любви. Что-то найди. Видите. Надо все время углубляться в эти слова. 30, 60, 100. 30. 30. Меньше нету. 30. Да ты ни одного еще не принес. Ни один человек не пришел. Ты сам себе поставь. Ну хоть к кому-то к соседке пойди. У нас Евангелия вон лежат уже сколько. Возьми пойди. Раздавай. Это намаленные, как говорят, иконы. Намаленные Евангелия что бы были. Помолись над ними. Господи, пробуди их. Через прикосновения. Евангелия такие хорошие. Крупные. И написано по благословению патриарха Кирилла. Что же. Не скажешь, что там сектантское какое-то. Ну пойдите сегодня. Сегодня у нас вот поедут в другое место. Братья это. Сестры. А вы в это время пойдите. Видели, как наши ходят. Ну более же некоторые-то. Пойдите. Давай. Я просто хочу, чтобы утолочь это во сто крат. Евангелие от Матфея 13 глава с 14 по 15 стихи. Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит. Слухом услышите и не уразумеете. И глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих. И ушами с трудом слышат и глазами. И глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами и не услышат ушами. И не уразумеют сердцем. И да не обратятся, чтобы я исцелил их. Торог Исаия 6 глава 9-10 стихи. Толкование. По огрубении же сердца они зажмурили и глаза свои. Не сказал, что Бог закрыл у них глаза. Но они произвольно сами поступили так для того, чтобы им не обратиться и чтобы я не исцелил их. Таким образом, по своей злой воле, они постарались остаться неизлечимыми и неспособными к обращению. И вот у меня мысль такая сравнить то, как Христос говорил притчами, для того, чтобы истинные ученики заинтересовались и стали задавать вопросы, с тем, что в храме сегодня говорят на многим непонятном церковно-славянском языке. И если ты приходишь в храм, и ты хочешь познать Бога, и тебе что-то непонятно, но ты все равно начнешь искать, а что говорится, задавать вопросы, так же, как ученики задавали. А на деле выходит так, что мы вели занятия, и у нас как раз заговорили о церковно-славянском языке. И в Германии была служба на понятном языке, на русском, а потом батюшка поменялся и стал на церковно-славянском. И только одна сестра возревновала, которая в Потеряевке приняла крещение, а остальные даже им, ну, на русском, что на немецком, что на церковно-славянском, одинаково. Так же и здесь. Почему вот притчами, говорит, одни задают вопросы, а другим одинаково. Ну, непонятно и непонятно. И вот сравнение такое, что он говорил притчами, и говорили на непонятном языке. Ну, и говорит он что-то, и говорит. Балаболят в церкви, и непонятно, да и не надо. Вот такое сравнение у меня просто. А другие-то задавали вопросы. Вот кочетковцы, они почему-то возриновали, у них вся служба на понятном языке. Только в РПЦЗ, в МП, на церковно-славянском, может, поэтому и Господь через украинцев, в которых много русских живут, но там же и многие знают украинский язык. У них на понятном языке, на родном, что-то может быть по этому. А потом Господь выискивает в себе истинных учеников, которые подошли наедине и стали расспрашивать, которым не безразлично. Игнать Тихонович учит в ту обстановку входить. Я когда это место с полей разбирала, я себе представила, люди нашли для чего? Кто шел-то? Беднота, толпа народа. Зачем? За исцелениями. Они шли, тащили на себе своих вот этих вот неходячих, слепых, больных, прокаженных, бесноватых. У них цель-то была другая. Может быть, кто-то и шел, за словом Божиим, но основное количество шло за исцелениями, я думаю. Поэтому они получили свое, вот это вот, что они хотели, а остальное они так бы, как бы уже. Все, у них прикрыты уже были, они не за этим пришли, не за словом Божиим. Это много званых, мало избранных. Врачей не было, эта беднота шла за исцелением. Ну и Господь-то и исцелял, чтобы явить чудо, чтобы уверовали. Он-то исцелял не для того, чтобы оставались в неверии. Ну а... А все, они не хотели уже больше. Насытились этим исцелениями. И накормил хлебами тоже, накормил. Они в нем, вот банан такого президента будет. На халявку. Правильная мысль? Правильная. Он говорит, не 10 исцелились, а почему один пришел? А где остальные это? Остальные как, да домой? Недоделанное. Скорее, да. Тут погода какая, скорее косить надо, скотину кормить. Один вернулся. Из десятих лет. Вот одна десятина Бога вернулась. И вот смотрите, какие вот места у нас в Писании везде говорится о любви Божией. Любовь Божия – это самоотвержение. Это понятно. Все его, и воздух, и дыхание, и кровь пульсирует. Все его. Все его. Но мы так Богу-то. Я молюсь, а другой раз и никакой любви даже речи нету. Это уж когда, где, как уж. Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Кому же больше пойти? У тебя глагола вечная жизнь. Он только спрашивает, не хотите ли? Все, ты, что остались тут? Это надо вдуматься в это и понять, что на ум ни одному фантасту не приходилось. Что же он приготовил любящим его? Любящим его? Это, если бы мы до конца полнотой любви возлюбили Бога, как вот, то там уже нечего дать. А вот именно мы едва соприкавшись к ней, мы сразу воспылали любовь, все, бросили, мне не надо, раздал, как есть. И это малая, несказанно малая счастье, того, что бы надо было, что могло бы быть. Едва ли кто согласится умереть, говорит, за благодетеля. А он свою любовь доказывает тем, что дал сына за нас. Когда мы были еще грешниками. Это так-то, я бы сейчас вышел. Вот он я. Нет. Это пока тебя там не мучили, не... Это нет. Притом у Христа все это было в другой степени, в другой вариации. Что грехи мира на нем, на нас только грех, а на нем грехи всего мира. Это нельзя не понять, ни умом никак нельзя понять. Поэтому его страдания... Душа моя скорбит смертельно. Вот Евсимания, почему Антоний так понимал, храповистки, что там началась Голгофа. В этом что-то есть. Ты держись, что? Держи. И заметь, вот сколько мы говорим об одном и том же. Если человек засыпает, и непрерывно он не может слушать. Это не просто так. Это бесы ходят, бесы. И бросает цветок, и человек язык выяснил. Надо осознать все, что я не сам засыпаю. Ты же спала как надо. Ты спал как надо. Чего тебя, друг, все время считаем такое божественное? С эмоциями сказано. Пережито. Тебе только схватиться. Язык вывалился. Нам не безызвестны умыслы сатаны. У него есть умыслы, и мы должны знать. Вот два предложения пока сказал, успеет за это время заснуть. Понятно, тут не цветы бросают, а букеты сыпят. Просто букетами засыпают человека. Засыпает, а он засыпает. Ты вот сделай такое себе. Какую-то иголку, ну ее там спиртом помашь. Сиди ее, гоняй в себя. Всячески мучай там себя где-то. Ударь, ущипни. А ведь этого нет. Удобно так наклониться дальше. Ну какая же наша любовь, когда о Христе говорят. А тут бы рот раскрыл их. И юноша даже не выдержал, уснул и упал. Видимо, на окне сиделся. На втором этаже. Мы должны это все взять для себя. Просить любви. Чего тебе не хватает? Вегай. Что будет суд Божий. И мы воскреснем. Мы смертные, мы умираем. Куча червей только рада будет, чтобы умерли. Кто-то поскорбит, а кто-то скажет. Что сделаешь. Будет ли в том ряду, где мы стояли, этот пробел, который никто не займет. И все будут думать. Ну говорят, один в поле не воин. Еще какой воин. Одного только поразили где-то, а дальше началось полное отступление. Это Бог так делает, чтобы знали. Один вышел в Гидеону. Полная победа. Вот мы считаем где-то. Виу Фай. Он не знал, что сказать. Кто первый выйдет, в жертву принесу. А первая вышла дочь любимая. Единственная. И вот тогда завопил. Что я сказал? Ну отступись. Я сказал неправильно. Ну я сказал нельзя. С Богом нельзя играть. Я ему обещал. Вот я обещал, что если я найду то, что мне дали, и утерял, и утерял, до копейки сразу сгоняю туда. Я уже об этом молюсь, чтобы я не себе могу разделить куда-то. Но нет, я уже обещал Богу положить туда. Надо все время помнить. И каждый день благодарить. Господи, вот эта болезнь, я у того считал, как он болеет. Умыслы сатаны. Ты знаешь эти умыслы сатаны? Кто тебя усыпляет все время? Сатана. Человек вот этот. Как же так? Говорят о жизни вечной, а я как попало живу и рот на бах. Рот корыбом. Нет. Больше сатана не получил. А для чего усыпил вроде сердце? Ну ладно, сегодня поспи до семи. Никогда 4.40, никогда. Раньше ты можешь, но не позже. Днем никогда не ложись. На 10 минут там 15 облокотился. Все достаточно этого. Ты себя просто возьми в это. Бегут многие. А я чем? Где ты? Павел говорит, смиряй, порабощай тело мое. Это из-за любви к Богу. Из-за любви к Нему. Вот это проявление любви. Что-то мы от себя оторвали, отдали любимому. Вот тогда будет понятно. Поехали. Дальше. Пере все закончили? Поехали, поехали. 16-17 стихи. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели. И слышать, что вы слышите, и не слышите. Толкование. Блаженные и чувственные очи и уши святых апостолов. А тем более достойны ублажения духовные очи и уши их, так как они познали Христа. Предпочитает их пророкам, потому что они видели Христа чувственно, а пророки только мыслями. Притом пророки не удостоились стольких тайн и такого ведения, как апостолы. Таким образом, апостолы преимуществуют пред пророками в двух отношениях. В том, что они видели Христа телесно, и в том, что гораздо духовнее их постигли божественные тайны. Нет вопросов? Нет. Восемнадцатый, девятнадцатый стихи. Вы же послушайте значение притча осетеля. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Сим побуждает нас вникать в то, что говорят нам учители, дабы и нам не уподобиться находящимся при пути. Можно сказать так же, так как путь есть Христос, то находящиеся при пути суть те, которые вне Христа, которые, то есть, не на пути, а вне всего пути. Христос говорит, я не пути есть иная жизнь, а при дороге, то есть, рядом с дороги, то есть, на обочине так, сбоку припек. Тринадцатая глава, восемнадцатый, девятнадцатый стихи. Вы же выслушайте значение притча осетеля. Ко всякому слушающему слово о царстве. Так, это я прочитал. Двадцатый, двадцать первый стих. А посеянное на каменистых местах. Означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня, и не постоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Толкование. Многие подвергаясь скорби от родителей или от каких-либо несчастий, тотчас произносят хлы. И о гонении же сказано по отношению к тем, которые впадают в руки мучителей. Все время приходят. На Украине сейчас уже вот это испытание, когда вот такие гонения на людей нельзя открыто выступить в защиту кого-то, свое мнение. Начинают двери ломать, сжигать, убивать и вообще все прочее. Кислотой вот девушку облили, она только пока за них была, все хорошее, только высказала свое мнение про коррупцию, про все, облили кислотой. Какая смелость, она лежит, умирает, говорит, я все равно, говорит, вот обожженная, страшная, красивее вас душой, чем ваша душа, вернее, я внешне красивее, чем ваша душа, говорит, вот такая. Смогли бы мы вот, пока мы сидим, действительно, вот Игнат Тихонович, нас не трогают. Вот когда у нас вот это начнется, а у нас если, ладно, еще человек один, а вот когда дети, дети, вот это вот самое из-за чего страшное. Сможем ли мы во время гонения вот этих, когда дети, нас будут детей отбирать, отрывать им руки, там еще что-нибудь делать, сможем ли мы не отречься, устоять вот это вот. А думаешь, вот я такой герой, сейчас бы вот прям до Христа, как апостол Петр, говорит. А потом, когда начинаешь вот это все входить, как это страшно становится. Какие там смелые люди, а тут была в защиту этого репортера, акция, а я из кухни-то слушаю, мой смотрит, он говорит, вышли там акции в защиту его. Я говорю, ой, какие смелые люди-то вышли в защиту, я говорю, как они не побоялись. А мой-то говорит, так они в Москве вышли-то, не на Украине, они в Москве вышли, акция протеста, а на Украине, кто там вышел? Люди боятся из дома выйти, да что ты, или страна, это ужас. Ну, написано, что каждый человек, он не в силах будет это делать сам по себе. Это нужно убывать на Господа и просить его. Только Господь дает верным силы устоять, и он находит такие моменты, которые позволят нам перенести эти трудности. Это же в апокалипсисе тоже записано. Только надейтесь не на свои силы, не на свои страхи, а Господь знает, как сам по себе. Если убивать будут, идите на смерть и идите, потому что Господь сказал, что это все для вас будет благо, вы спасете душу. А если будете вы как-то прятиться куда-то, соглашаться как-то, Господь такое не принимает. И поэтому нам только силы даны будут Богом, если мы можем только так претерпеть. Вопрос, Игнат Тихонович, можно задать? Игнат Тихонович, я у святых читала, что в последнее время, вот это вот, как Дух Святой будет взят, и люди сами будут уже спасаться. Как устоять тогда будет без помощи Божьей? Вот как написано у святых, я читала, да, что будет как проверка, отступит как будто Господь на время. Игнат Тихонович, я с вами во все дни до скончания вечера пошлю, вам другого духа утешите. Вот что же сейчас на Украине-то есть, чего волнуйся, я никак не пойму. Речь идет о храмах, а не о людях. Люди-то остались те же самые, к ним же не приходят там какой-то Амонт, Порошенко. Приходят, приходят. Приходят автоматом, иди, патриарх. Никто не ходит, зачем? Не за это. Перестаньте. Не, ну, показывали. Я с украинцами переписываюсь, много у меня, ничего этого нету. Нету храм, но свидетели Его, вы их же не заставили отречься-то, а дома молятся. По домам ходили, ходят, а право сам это не ходят. Друг друга знаете, знаете, приходите пять человек в общину. Это вот они надо, привыкли, храм пышно, и все это, доходы, патриархия отчисляется, а тут ничего нету. Храмы отдайте, выйдите от них. Да как мы их строили, строили-то, которые уняты были, то у них отняли, почему вы у них пошли? А тогда, когда встали на тело, они бы сказали, нет, это ворованное, нам это не надо. Мы бы сами маленькие, говорят, ежедневно собирались по домам, не по храмам. Нам дьяния апостолов говорят, ежедневно по домам. Вот это здесь, свидетели Его, что с ними отняли у них? Вот отняли, и тут же сразу им наказание точно такое же адекватное. У них теперь отнимают эти храмы, у них почти 400 царств этих, залов царств. Дальше, они вне закона, и точно так же объявили вне закона, никаких патриархий не будет здесь, только одна киевская. А он туда не идет, но это твой выбор. Регистрации нету, будут преследовать то другое. Если бы все-то сейчас пошли, всех не посадят. Потому что воровая общественность, если все-то, антихриста-то еще нету. Надо понимать, что это нам то, что мы посеяли. Я говорил, даром это не пройдет. Я когда сказал, да как вы за еретиков заступаетесь. Я не за еретиков, просто против вашей злобы. Понятно? И вот это что ли и делать сейчас? Это все уже было и здесь. Там и с охраном было. Все по-другому было. Там День памяти каких-то был. Вот битва какая-то, они хотели выйти, просто цветы возложить. Она была как бы главной акцией, этот День Победы или что-то. И ей запугать-то хотели, и зеленкой облили, двери ломали, и у нее вскрывали, хотели ее посадить. Женщина, вот в новостях. Она в больнице летает, это же она без их думы. Она готовила же отчет. Да, из билинских, да, чуть резише. А она, потому что депутат. Просто они хотели День памяти отдать. Она это готовила. Какие люди? Вот сейчас сгонят. Она приезжала летом, Голубева Екатерина. Ну как возревновала, всех своих подруг все одеты по нашей форме. Священники там против где-то. Она никаких, едет везде и свидетельствует. И на разговор домой пригласила мужчину сидят. Женщина, где наш ролик-то? Она сегодня выставляет, что у меня выставили? У нее нет, наоборот, почему не выставили? Я говорю, сейчас полтора года дома я выставлю. У нас же закачан ролик этот. Вот как. Новых людей Господь дает. Совершенно новое. Я когда приехала не сама, а привезла женщину. Ее Екатерина, это Нина. А у Нины дочка, не дочка, а внучка. И внучка эта больная. Это у нее не то, что аутизм. Она просто вот такая замкнутая. И ничего нет, и за руку надо водить. И эта девочка крещение приняла нынче. Потеряк-то была. Ну, надо увидеть было. Вы не смотрите его. Интернет надо смотреть. И вот сейчас она звонит. Люди-то сегодня соберутся, а смотреть-то нечего. Мы с вами беседовали где. А другие, наоборот, боятся, как огня. Только направишь где-то. Ой-ой-ой. Особенно старообрядцы. До ужаса. Фотографируешь где-то. Попал где-то, он с ума сходит. Это одержимость бесовская. У вас еще не к нолям. Я коров подгоняю, а я фотографирую, стою. А в это время там вышел Сашка из дома. И он увидел меня. Он там ну раз за корову сел, и за корову туда домой, в ограду. А парень только с армии вернулся. Здоровый, крепкий мужчина. Из-за чего? Поп запугал. Если где-то, гнать и будете, отлучет причастие. Причастием играют. Ну и пусть он не дает. Отлучение незаконное падает на отлучающего. Второзаконие 19.19. Правила есть на то. Что ты боишься-то? А вас отлучают. Я сразу когда-то на нас архиерей напал. За мои материалы о русском языке. Чтобы люби воровом ваших. Кажется, две темы было. Я сразу сказал, я буду в коридоре стоять. Я приму с радостью. Но занятия в университете, там он не властен. Там я буду вести. Но он батюшку запрещает, а меня отлучает. Но он дальше не пошел. И тихий. Он остановился. Видишь как? Надо было все перенести. Так. Вот мы вам сказали. КГБ допрашивал. Смотрите, никому это не говорите. Что мы с вами были, нас вызывали. Мне не говорите. Сейчас только выйду и сразу с креста с вашего начну громко кричать. Вот прямо с креста. Даже с КГБ не спущусь по ступенькам и сразу буду кричать. Меня брали здесь. И за что сажали, отобрали. Да не, мы так сказали. Кричите, ладно. А вот кричите, ладно. Я иду на допрос. У меня мама со мной пошла. У меня большая сумка, зеленая, она здесь стоит. И я знали, что мне я ношу магнитофон и тайно записываю. И он меня когда заводит, говорит, знаете, Тихонович, отдайте сумку матери. Я говорю, зачем, она при мне. Ну отдайте. Я говорю, нет, ну вы же записывайте все. Я говорю, у вас по столам сколько жучков там приклеено? Записывайте. Ну у нас так положено дать. Я говорю, берите, открывайте. Он открывает, у меня написано решение 22-го съезда партии. Нынешнее покорение советских людей будет жить при коммунизме. Ну и шутник. Я говорю, а мы-то живем уже третий год при коммунизме. Нам не безвестны умы сатаны. Вот мы должны это знать. Мы мыслить категориями, которые нам противны. А что сатана в этом время думает? А что он делает? Почему он тебя усыпляет все время? Ты не думаешь, что в таком состоянии сон и не спасешься? Дрогни. Непрерывно. Чуть-чуть спеть сидит. Я ничего не могу сделать. Сон. Написано, встань спяще, воскресни из мертвых. Встань спящий, воскресни из мертвых. Он умер. А ты не просто задремал, он умер. Воскресни из мертвых. И осветить тебя, Христос. Ночью не спал. 4 часа было. Да не надо спать. Спи. Ночью спал. Какой? Ну шофер об армии взял встречное движение. А я ночью не спал. Зачем что выехал? Сейчас по правилам запрещено. Безон. Не надо. Я узнал лекарство от сна, которое очень хорошее. Возьмешь, нет? Не возьмешь. Чтобы вы засыпали. Это в сторону надо отвернуть, часа полтора поспать и дальше ехать. Вот опытный шофер говорит, я могу глаза не закрывать. Он в спички поставил, говорит, и так и будут стоять. Я смотрю, но я уже ничего не вижу. У меня все отключилось. Поэтому в сторону они начинают спать, а я пошел с собакой ураганом гулять. Через 2 часа подхожу. Все. Снова Севастьян за рулем. Поехали. При нем было так. Я вижу, что он уже спит. Давай. А здесь-то еще только со скамейки бою упасть. А тут встречное движение. Еще нельзя сделать. Священник заснул. Его машина встречная долбанула. И главное, не убила. Машину подбросил. Он перернулся и на трамвайной пути. И идет трамвай. Вот трамвай он захотел и потащил в обратном направлении. И остался живой. Вот чудо-то божье. Поэтому то, что здесь все или против святелегов отняли. Они на нас говорили все время. Вас вот отсюда. Вы теперь безблагодатные. А теперь и на них все это пало. Патриархию отняли. Вы теперь безблагодатные там. Но я этого не могу сказать. Мутрия подумал. Что вы сеяли, то пожали. За нас Господь. И такого митрополита, как у нас, у вас никогда не будет. Потому что все крохоборы. Украина это самая жадная страна. Вот где мы были, нигде так. Примакажем шагу. Дай, дай. Нигде во всей Европе нету. Самые такие хищные. Все, уже все надо. Самая лучшая против сна, сон. А я не могу начинать. Бога лекарства. Пост и молитва. Замари, червя, говорится. И все сдохло. Игнать Игоревич, а присесть на 15 минут, это не считается лечь? Нет, нет. Лечь это означает, ты лег на кровать горизонтально. А если ты сел вот так вот, я сажусь, и здесь стенка, печка. Я обыкновил сумку вот так вот раз. Она здесь глаза закрывает. Я не надеваю, я просто ею. А дальше я вот так. А то как Леонардо да Винчи. Он же по несколько раз. Да, он говорит. Через 3-4 часа 15 минут. И в сутки получается не больше 2,5 часов. Я это все в жизни испытал. Я попробовал ниже 2,5 часов, меньше спать. Не получилось. Я чувствую, что организм не тянет. Я опять вернулся на это. Всегда вставать в 4,40. Как мать Тереза. Вот мы встаем, и у нас нету. Никита легко вставал. Виталий легко вставал. А то говорят, у вас порядок, потому что вас мало. Ничего нет. Приехали больше 10 человек сразу по Теряевку. Мы сразу этих, которые... Харистки. Там мы сразу раз к Маше, барабаши. Все. Насчет Виталия, что он легко вставал. Насчет Виталия, это обман, что он легко вставал. Ему трудновато было. Ему трудно было. Ну, при мне, когда я там был, он всегда вставал. Ну, вставал, но это кряхтя, как говорится. Это заслуга его. Виталий, вставай вовремя, я потерпел за тебя. Видишь, его поставили на работу, Виталия, а у батюшки сеновал. Я поехал смотреть, как он там работает. Это его нету. А где он? Он у батюшки на сеновал залез днем и там спал. Я говорю, ты в Испанию-то поедешь, а к сеновал не ищи там. А на сеновале, представь, солнце, сено, аромат такой. Так, а если на сеновале присесть на 15 минут? А? Когда работаешь, устаешь, присесть-то надо. Разницы никакой нету. 15 минут, хоть где. Я другой раз сижу, вот, утром, не могу. Я сразу тогда поборолся, поборолся и засыпаю. Но тут надо учитывать уже и возраст, и все. Я истощился, а организм требует снисхождения. Давайте еще по-мне читаем. Матфея 13.22. Посеянная в тернии означает того, кто слышит слово. Там уронит она. Смотри, ну выдвинул. Зачем так выдвинул? Нечаянно просеянно. Матфея 13.22. Посеянная в тернии означает того, кто слышит слово. Но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово. И оно бывает бесплодным. Толкование. Не сказал, век сей подавляет. Но забота века сего не богатство, но обольщение богатства. Ибо богатство в том случае, когда расточаемо бывает бедным, не подавляет, а еще возвращает слово. Терниям же означают заботы и пресыщение, так как они возжигают огонь и похоти и гиены. И как терния, будучи остро, вонзается в тело и едва может быть вынута, так и пресыщение, когда овладеет душою, не скоро может быть искоренено. 23 стих. Посеянная же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Толкование. Виды добродетели различны, различны и преуспевающи в духовной мудрости, смотря по тому, сколько кому дается по чистоте сердце. Заметь же такой порядок в притче. Прежде всего нам надо услышать и уразуметь слово, дабы не уподобиться тем, кои находятся при пути. Потом должно твердо содержать слышанное в сердце. Сейчас укорениться. Далее быть нелюбостяжательными, ибо что польза в том, если услышу и удержу, но при страстием к богатству заглушу все иное. Я готов вас высмеивать своих христиан. И вот язычники говорят, вы говорите, в этой жизни ничто не дорого, а только царство небесное. А посмотри, как они живут-то. Какие кадиллаки имеют? Какие строят коттеджи себе? Ну где ваша вера-то? Затус говорит, смеются над нами, а теперь вот увидят, как мы одеты, что обедаем, у нас такие нападки, да какие вы верующие, у вас там то такое, надо жить нормально, то есть люди не знают. Ты посчитай жития святых. Они все продавали, все отдавали. Вот серопион однажды все отдал абсолютно. Кто-то попросил плащ, она на голой тело, он отдал. И сидит, ничего нет. Холод. Он зажался вот так вот, Евангелие одно только, прижал, и все. Кто-то подходит, а кто тебя разделал? Оно на Евангелие показывает. Оно меня разделал. Но коснулось переплывать, не за что было, он Евангелие отдал. Вот как. А сегодня, если, ну, видишь, я бедно одет, там, или что-то, прямо издеваются всячески. Ну, я понимаю, что люди не православные. Так православные это делают. Надо жить, чтобы видно было, что ты живешь. А ты угнетаешь, что ты сказал, у меня угнетенные живут. Главное, сытые. И вот сейчас, главное, какие-то там ученые, шведские, исследовали тысячи людей, и пришли по походке, можно узнать человека, болеет он или нет. Если человек быстро ходит где-то, это означает, у него ничего не болит. Если идет, особенно когда вот идет, и вот так вот начинает, с ноги на ногу, вот так вот переваливается, там все болячки уже есть. Ты бегай бегом. Что ты расписалась? И второе определяется по пожатию руки. Как руку жмет. Если крепко жмет, значит, то той болезни нет, определяет вены, все. По пожатию руки. Быстро ходить надо. Я знакомый у меня есть, еще лет 35 назад было. Все идет тихо. Ну, что ты идешь? Ну, ногами ты шагай шире, ты что, развода нет, что ли? Ну, давай, 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 быстрее. Никак не идет. Узволить. А теперь, конечно, никуда. Все время тащится и все. Быстро надо ходить. Быстро. Стремительно. Вот я рассказываю, жил на колонежной дороге и на работу бежать через дорогу. А там работают путейцы. И они мне кричат, слушай, мужик, ты хоть шагом умеешь ходить или нет? Они меня не видели. Или я бегом всегда, везде и всюду так и бегом. А тебе вопрос такой задавали, нет, умеешь ли ты шагом ходить? Все. Сильный, здоровый, крепкий. Еще ты идешь-то в перевалку. Быстрее прибежишь, там больше времени у тебя будет. Что-то сделать. У русских вообще мимо бегут меня мужики. Там показывают, есть, сроду не догадаться иностранцу. Что? Он имеет в виду не закрытый ли магазин, если там водка. Мимо меня пробегает, рукой махнул, есть, я уже знаю, что им надо. А вот краткий язык, самый краткий русский язык. Это не французский. Тоже бегут. Не идут. Хватит. Не идут. Пошли. Сейчас, не просто. Не идут. Достойно. А если околай истину, блажит Детя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин и славнейшую без сомнения Серафим, без искрения Богослово рожжую, сущую Богородицу Тебе величайя. Господи Божий наш, любящий наш Отец Небесный, мы просим Твое благословение и принять нашу благодарность за эту возможность склоняться у ног Твоих, познавать волю Твою. Прибудь с нами, Господи, и прими моления наши о родных и близких, не познавших Тебя, а останови их на погибельном пути, обрати их сердце к Тебе, истинной любви. Будь милостив к нам, посети наших болящих, дай им здравия, крепости, силы, все перенести, и нас распусти с миром, устанно полной благодарностью и славословием. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, услыши нашу молитву и прими воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Боже, услыши молитвы всех, молящихся нас во благо нам, и исполни их. И прими, Дивный Создатель, наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай, ты да слышишь, род мой. Аминь. Богу слава. Так, не отдавай. Закрывайте.